Для детей и особенно для их родителей выбор домашнего питомца часто становится очень трудной задачей. Но сегодня Живая Планета поможет всем, кто хотел бы завести птицу. В программе Выбираем питомца. Вы узнаете, зачем сова крутит головой. Налацируют окружающее помещение. Как живется перепелке в городской квартире. Это единственное продуктивное животное, которое возможно завести дома. Можно ли подружиться с амодинами? В каких-то коммуникациях с людьми в случае с амодинами не стоит говорить. И трудно ли научить волнистого попугайчика говорить? Пару месяцев. К полугода они что-то начинают говорить, как правило. Привет, давайте знакомиться. Тебя как зовут? Я Милана. А тебя маленький мужчина? Миша. А тебя, красавица? Я Лиза. А как вас зовут? Меня зовут Алексей Константинович, ваш покорный слуга. Итак, вы пришли в нашу передачу. Кого бы вы хотели? Птицу. Птичку. На самом деле мы очень хотим сову. Они интересные, умные. Хорошо, друзья, давайте определимся. Вы действительно все хотите сову? Да. Сову. Точно. Точно. Тогда нужно посоветоваться с экспертами. Добро пожаловать в нашу программу. Птицы – одни из самых популярных домашних питомцев. Они действительно приносят много радости. Люди наслаждаются их пением и любуются оперением. А с некоторыми представителями мира пернатых можно даже побеседовать. При этом им не требуется много пространства. Даже в самой маленькой квартире найдется место для птичьего домика. Однако подобрать птицу своей мечты не так-то просто. Очень много нюансов. Имеет смысл обратиться к специалистам. Здравствуйте, меня зовут Алексей Ягудин. Это программа «Выбираем питомца». Сегодня у нас в гостях семья Васильевых. Мама Анна, папа Сергей, дети Елизавета, Михаил и Миланна. Давайте познакомимся с нашими героями поближе. Семья Васильевых живет в Москве в трехкомнатной квартире. Папа – программист, а мама занимается воспитанием детей. При этом успевает вести свой сайт в интернете. Лиза учится в восьмом классе, увлекается танцами, рисует и поет дуэтом вместе с братом Мишей, которому 11 лет. Семилетняя Милана учится в первом классе, занимается в театре детской песни. Все они давно мечтают завести птицу, но затрудняются с выбором. Дети очень хотят сову. Помогут нам эксперты. Алексей Павлович Леонов – орнитолог. И Ольга Юрьевна Беляева – специалист по экзотическим животным. Итак, уважаемые родители, вы действительно готовы к появлению в жизни вашей семьи еще одного полноправного члена. И вы согласны с тем, что обязанностей станет у всех гораздо больше, а свобод меньше? Мы понимаем всю ответственность, но готовы попробовать. Дети хотят, мы им дадим такую возможность заботиться еще об одной зверюшке или птичке. Мы готовы помочь вам в выборе питомца, но только в том случае. Если слова маленького принца, не забывай, ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Для вас не пустой звук. Да, мы готовы. У меня была возможность пообщаться с детьми до начала съемки в студии. И вот что я выяснил. Они хотели бы завести сову. Сова – это дикая хищная птица. Известно более 200 видов. Они бывают разных размеров – от 50 граммов и до 4 килограммов. Совы расселились по всем континентам. Родители, как вы относитесь к этой идее? С настороженностью. Сова – это все-таки крупная хищная птичка. Интересно мнение специалистов. Можно ли в квартире содержать сову? Сова, правильно совершенно сказано, это хищная птица. Во-первых, это хищная. Во-первых, у нее есть острые когти, которые могут нанести рану. Во-вторых, ее придется кормить живыми животными, потому что это хищник. И в-третьих, конечно, сове нужно много места для жизни. И еще есть один момент очень важный. Сова – это ночное животное. Поэтому, придя из школы домой, например, или из детского садика, вы не сможете с ней пообщаться. Мы тут познакомились с одной совой. Давайте на нее посмотрим. К нам она в питомник революционный попала с железной дороги. Она приехала в вагоне с Урала. Как она попалась, да, никто не знает. Но ехала очень долго и приехала достаточно сильно истощенной. Мы ее спасали, возвращали к жизни, кормили мышками, чтобы она вот сейчас была такой красивой. Мы для того, чтобы реабилитировать, сажаем ее в небольшую клетку, для того, чтобы сова привыкла, осмотрелась, меньше стрессовала и не била себя, не травмировала. Но, к сожалению, многие люди думают, что это развлечение. А на самом деле это серьезная хищная птица, которой должен быть особый уход. И уход не просто новичка, а все-таки, наверное, профессионалов. После выхода книжек о Гарри Поттере, действительно, сова дома стала вдруг популярным животным. Для дома это животное для детей не подходит, к сожалению, никак. Это очень самодостаточная птица. То есть получается дружба между человеком, в доме, у которого он живет, и совы невозможно? Это не та дружба, к которой мы привыкли с животными, которыми мы называем пэт-классом. Которая дружба бескорыстная за взаимную дружбу. Можно ли посмотреть птицу поближе? Я думаю, можно подойти. Пойдемте вместе подойдем. Мы уже услышали, что это хищная птица, только очень близко давайте не будем подходить. Обратите внимание на ее острые когти. Я, как самый взрослый и как самый смелый из вас, буду стоять чуть позади. Получается, эта птица не подходит и для загородного дома. Она должна иметь большое пространство для полета, для свободы. И даже большой дом ей не подходит. Нет, она ей подходит, если ей выделено достаточное по объему помещения. Жалко смотреть на такую роскошную, красивую птичку, если она будет сидеть в какой-то маленькой тесной клетке. Поэтому, наверное, все-таки сова пусть лучше живет в лесу. Она, не останавливаясь, продолжает делать такие движения головой. Она, скорее всего, сердится. Это сердится? Нет, она лоцирует окружающее помещение. Она смотрит, кого бы скушать. У сов глаза расположены в одной плоскости, вы видите, да, но при этом шея поворачивается на 270 градусов. На 270? Да, да, до 270 градусов. Поэтому, чтобы увидеть у нее за спиной, она глазами не видит, она поворачивает. Аккуратнее, аккуратнее. Аккуратно. Не дрессируем. У совы острые когти, и она может случайно поранить ребенка. Это ночное животное. Кормить сов придется живыми грызунами или суточными цыплятами. Им нельзя давать порезанное мясо. Для содержания в городской квартире сова подходит очень плохо. Судя по всему, о сове можно только мечтать. Но давайте не будем ставить точку, а познакомимся с другими птицами. Так вот, перед вами представители тропических лесов. Экзотические птицы. Вы знаете, как их зовут? Ну, это не разлучники, а эти птички мне знакомы, но я не знаю, как они называются. Не знакомы, а значит, нужно с ними познакомиться. Они вот очень такие активные, шумные, постоянно разговаривают. Не станет ли у нас дома совсем шумно? То есть эти птицы постоянно так себя ведут? Амадины относятся к отряду воробинов. Эти птицы все поют. Но шумность каждого вида амадин, они разные все. Какие-то виды более шумные, какие-то более тихие. Вот если вы видите рядом неразлучников, они намного более шумные, чем... И вообще попугаи, они намного более шумные, чем амадины. Как раз амадинки – это выбор тех, кто любит тихих декоративных птичек. А, то есть все звуки у нас идут от попугаев. Это от попугаев у вас звуки. А если покупать амадинов, то в каком количестве? Амадины – стайные птички, их не держат поодиночке, в отличие от попугаев. Опять-таки, о каких-то коммуникациях с людьми в случае с амадинами не стоит говорить. То есть если дети хотят себе друга, с которым можно общаться, брать его в руки, выпускать, гулять, это опять-таки не амадины. То есть неразлучники – это пара, обязательно два, а амадины – это четыре, даже и более. А стайы можно набрать из разных амадинов видов? Можно, да. Можно разные виды, да. Можно разные виды. Амадины – это маленькие и удивительно жизнерадостные птички, родиной которых являются тропики. Они принадлежат к отряду воробьиных, семейству ткачиковых. Известно более 130 видов. В Европу их завезли около 200 лет назад, и с тех пор они стали одними из самых любимых домашних питомцев. А клетка должна быть такого размера или можно поменьше? Кстати, металл, пластик, дерево. Ну, самое главное для амадин даже не материал, из которого изготовлена клетка, а её размеры и устройства, так скажем. Амадины птички, несмотря на то, что маленькие, они требуют достаточно большого пространства, потому что эта птица очень подвижная. Идеальная, так скажем, минимальная, наверное, длина клетки должна быть порядка 60 сантиметров. Лучше – больше. Если есть возможность поставить метровую клетку – прекрасно. Я вам предлагаю познакомиться с ещё одним видом, который называется неразлучники. Это яркие, очень красивые попугаи. Существует множество окрасов. Они очень весёлые, подвижные, поддаются дрессировке. Говорят? Очень редко говорят. То есть лучше им жить всегда парой? Ну, лучше, конечно, да. В природе это стайные птицы. Это стайные птицы. Детям довольно сложно будет заниматься их дрессировкой. Ну, а в руки их могут брать дети? Со временем. Если выращивать неразлучника совсем маленького возраста, месяц-полтора, то, в принципе, он будет ручным. Что у них со здоровьем? Крепкие ли они? Крепкие птицы-неразлучники со здоровьем у них. При соблюдении норм содержания проблемы встречаются нечасто. А сколько они вообще живут у него лет? До 15 лет. До 15 лет, да. Ну, в среднем 10. Нас спрашивают о том, какой лучше попугай для детей. Всё-таки, учитывая то, что дети всегда, конечно, хотят потрогать, погладить. Не приходят друзья. Все-таки, да, неразлучники, наверное, может быть, будет не лучший выбор, либо подходят детям, которые готовы долго заниматься, приручать птичек. Это постепенный процесс, если вы не покупаете сразу ручного маленького неразлучника. Неразлучники – это довольно шумные птички. Принадлежат к отряду попугаев. Они маленькие, от 10 до 12 сантиметров. Как у всех попугаев, оперение яркое, с преобладанием зелёного цвета. Существует легенда. Если неразлучник нашёл себе пару, то вместе они проживут всю жизнь и будут хранить верность друг другу. Есть ещё один нюанс. Неразлучники – это попугаи с матриархатом. То есть их самки являются лидерами в паре. А самки в период размножения бывают очень агрессивные, кусаются, особенно если ручные, и не боятся человека. Что такое ручная попугаев? Попугаев только человека не боится, в первую очередь, да? Ну, то есть это такие самодостаточные птички, которые между собой общаются, и по большому счёту человек только для ухода. Зато за ними очень интересно наблюдать. Итак, что необходимо знать о неразлучниках и амадинах? Амадины – стайные птички, их нельзя держать поодиночке. Сами они маленькие, а вот пространства им нужно много. Клетка – метр на метр. Питаются специальной зерновой смесью. Содержание в месяц – около 500 рублей. Амадины не стремятся общаться с человеком. Брать их на руки не стоит. Неразлучники неутомимо всё грызут. Им постоянно надо давать ветки фруктовых деревьев. Они, как все попугаи, довольно шумные птицы. При правильном уходе живут до 15 лет. Наладить с ними контакт детям будет сложно. И амадины, и неразлучники – это птицы для созерцания. Обучению практически не поддаются. Сейчас перед вами на столе ещё две птички. А вы знаете, как они называются? Да. Милана. Итак, ты взяла досрочный ответ, и ваш ответ будет? Ну… Хороший, очень полный ответ. А слово теперь предоставляется Елизавете. Эта птичка очень похожа на курочку. Наверное, это какой-то родственник. Ну, точно мы не знаем. Да. Расскажите, пожалуйста. Хорошо, я вам подскажу. Это перепёлка. А вот там, в дальней от меня клетке, находится дрозд. Я думала, что они серенькие и невзрачные. Она очень красивая. С чем связано, что перепёлок всё чаще и чаще стали держать дома? Перепёлку можно брать в руки, но тоже всё-таки не как кролика. Многим нравится, как перепела поют. Самцы очень забавные такие. А многим не нравится. Многим не нравится, потому что это громкий. Громкий, раздражающий звук. Но их, может быть, можно выпускать, по квартире входить, да? Можно выпускать, гулять. И клетки они должны быть очень просторными. То есть в случае с перепёлкой это примерно 80, а лучше 100 сантиметров. Хорошие, просторные клетки с песком, в котором они с удовольствием копаются. С насестами. И держать их, опять-таки, всё-таки лучше группами. А корм для перепёлок отличается от корма для амадинов или вот... Конечно. Корма для перепёлок не продаются в обычных зоомагазинах. Всё-таки это комбикорма, которую нужно заказывать отдельно, где-то искать, покупать. Желательно предлагать им живой корм в виде червячков. Давайте посмотрим сюжет о перепёлках, которых содержат в обычной московской квартире. И узнаем о той миссии, которую на них возложили родители двухлетнего ребёнка. Перепёлки. Мне кажется, это единственное продуктивное животное, которое возможно завести дома. Потому что они несут яички. И потому что они не такие большие. Им надо сильно белковые корма, чтобы они неслись. Иначе они не несутся. Они очень хорошо, например, от червяков и всякое такое. Вот мы с Колей ходили, ковыряли вилкой. Очень удобно ковыривать червяков из почвы здесь на поле. То есть не просто как бы прогулка, да? А по делу. Он пошёл, наковырял, пошёл, сорвал там мокрицы для того, чтобы они её там поели. Или какой-то травки, ещё чего-то. Им очень нравится ковыряться в грунте. Если положить песок или положить опилки, они прям вот строят себе там что-то гнездо. Когда им кладёшь еду, они начинают задними лаками отталкиваться. То есть для них это тоже развлечение для перепёлок. Такое радостное событие. Им положили чистый грунт, они там ковыряются. Основная идея – это некое обращение к природе ребёнка, чтобы он играл не только пластиковыми какими-то игрушками, но у него была возможность ещё и, не знаю, подержать кого-то живого в руках. Ну что, ребёнку нравится. Ну что, родители, что скажете? Вот живут перепёлки в московской квартире, и все счастливы. Идея про перепёлок очень хорошая. Маньчжурская перепёлка – это одна из порода домашненного немого японского перепела. Перепела относятся к отряду курообразных, семейству фазановых, подсемейству куропатковых. Эти птицы были известны ещё в Древнем Египте. Изображение перепёлки было одним из иероглифов. Ну, для нашей квартиры, мне кажется, пока нам нужна другая птичка. Это певчий дрозд. Но дело в том, что, во-первых, все дрозды поют. Певчий – один из лучших певцов из наших дроздов. Печень его можно услышать вечером в парке. Вот мне, допустим, понравилась эта птица, я решила её завести. Где я её могу найти? Ну, вот это сложно, потому что я боюсь, что в продаже вы найдёте только дико ловленных птиц. Дрозд – это дикая лесная птица. Так что стать вашим домашним питомцем он может только в том случае, если птенец попал в беду, а вы его подобрали и выходили. Известно более 60 видов. Многие из них занесены в Красную книгу. Дрозды – прекрасные певцы. В их репертуаре более 80 трелей. Если вы захотели именно эту птицу, то лучше всего в период их размножения, это где-то в июне, полазать по форумам, на которых люди, нашедшие этих птенцов, а таких бывает очень много, пытаются их куда-то пристроить. Ну, то есть надо сказать, что в природу этих птиц вернуть уже нельзя. Я еще слышал о том, что Дрозды находятся в Красной книге. Это Красная книга Москвы. А правда, что у них в репертуаре более 80 трелей. Ну, в целом у Дроздов действительно, наверное, порядок вы правильно назвали. Много элементов составляет в песню. А какие условия должны быть у этого певчего Дрозда, для того, чтобы услышать его прекрасное пение? Оно запускается с увеличением светового дня. Он сейчас сидит такой. Итак, что необходимо знать о Дроздах и перепелках? Перепелкам необходима просторная клетка. Кормить надо зерновыми культурами с добавлением зеленых трав и овощей. В кормушке должен быть песок и гравий для хорошего пищеварения. Яйца перепелок – полезный диетический продукт. Многим нравится пение перепелок. Однако, если вы хотите завести именно певчую птицу, стоит остановить свой выбор на Дрозде. Помните, что Дрозды не продаются в зоомагазинах. Многие виды занесены в Красную книгу. Любимый десерт этих птичек – личинки насекомых. Дрозды обожают водные процедуры. Им нужна очень большая клетка, а лучше – вольер. Родителям предстоит сделать непростой выбор. Детям уже объяснили, что сову держать дома нельзя. Во-первых, у нее сестры когти, которые могут нанести рану. Аккуратно. Не дрессируем. Однако, они познакомились с другими представителями мира пернатых. Эта птичка очень похожа на курочку. Наверное, это какой-то родственник. Она очень красивая. А также с амодинами и неразлучниками, экзотическими птицами из теплых стран. Эти птички мне знакомы, но я не знаю, как они называются. Но птица мечты, которая и поет, и говорит, еще не найдена. Итак, перед вами канарейки и попугайчики. А все знают, что кенеры – одни из лучших пернатых певцов. А вы что хотите, чтобы они просто пели или больше с вами общались? Чтобы и пели, и разговаривали. Я хотела, чтобы их можно было трое, чтобы они пели и чтобы они разговаривали. Вот так. Так, Милана. Милана. Чтобы они пели. Трогать это самое главное. Они убегали, но чтобы они не заблудились и чтобы спасались, как-то летали. Они должны летать. Русская певчая канарейка, еще называют канарейкой овсяночного напева, она обучаема песням. Ее специально учат, им ставят записи в определенное время, при определенных условиях, и они запоминают именно те элементы песни, которые их владелец хочет, чтобы канарейка включила их в свою песню. Предки всем известной и домашней канарейки – выходцы с экзотических канарских островов. Самцы – одни из лучших певцов царства пернатых. Известно очень много разновидностей канареек, а в окрасе их оперения присутствуют все цвета радуги. А канарейк тоже нужно стаями держать или их можно по одной-две? Если вы хотите, чтобы у вас была певчая канарейка, это кенар, соответственно, самец, если вы хотите, чтобы он пел, то его лучше держать одного. Иначе самка начнет ерить, захочет размножаться, а это уже конец песни. А чтобы волнистому попугайчику в одиночестве было комфортно, что вы рекомендуете, ну, помимо купального, да, купальной зоны? На самом деле вопрос очень актуальный, потому что, когда нету дома владельцев, птица должна чем-то заниматься. Если птица ничем не занимается, она, во-первых, скучает, во-вторых, она может начать уберение свое теребить, что может вылиться в проблему. Поэтому всякие веточки, какие-то шарики, погремушечки – все это должно быть, чтобы он лазал, грыз, и чем больше он занят, тем он здоровее. Все как с детьми происходит. Нет, я просто вспоминаю, по детству был какой-то, ну, раньше не было такой большой выбора, там, зоомагазинов, да, и животных, в принципе, но кто-то заводил волнистого попугайчика, был какой-то минимум зеркальца, там, звоночек, и что-то еще какая-то там, жердочка. Да, очень хорошо, что вы вспомнили про зеркальца, потому что все-таки, если вы хотите, чтобы птичка говорила, общалась с вами, стоит подумать, нужно ли вешать зеркальце в клетку, попугайчику, может посмотреть сам на себя, что я творю, господи, посмотри на себя в зеркало. И считать, что он живет с другим попугайчиком, меньше с вами общаться, поэтому мы не рекомендуем все-таки. Волнистые попугайчики у любителей домашних птиц могут считаться фаворитами. Родина этих говорунов – Австралия. При этом в дикой природе у них зеленое оперение, а другие окрасы и оттенки – это результат селекции. Сколько потребуется времени для того, чтобы научить попугая говорить? Волнистые попугайчики бывают, наверное, в течение пару месяцев, да, к счастью. Да, они что-то начинают говорить, как правило. Вы услышали мнение наших экспертов. Кроме того, видели реакцию ваших детей на разных птиц. Но последнее слово за вами. У вас есть ровно одна минута, чтобы взвесить все «за» и «против». Ну, а мы будем с нетерпением ждать вашего решения. Настало время определиться. Да, очень быстро. Кто больше всего нравится? Мне нравится дрозд. Он был найден птенцом, и на волю его возвращать нельзя. Что ты думаешь насчет канарейки? Ну, не знаю. Птичка как бы интересная, но и не лесная, и разговаривать нельзя научить. Только легка в содержании дома все. А попугайчик мне очень понравился. Волнистый попугайчик – это все-таки классика, но его можно и в руках подержать детям, и говорить, научить. Да, можно какие-то трюки делать. И даже выпускать можно, полетать. Детям все интереснее. Мне нравится. Итак, что необходимо знать о птицах? Сова – это хищная птица. Держать в квартире ее практически невозможно. Амадины – птицы исключительно для услады глаз. Неразлучники – это разновидность попугаев. Они довольно шумные. И амадин, и неразлучников лучше держать по несколько особей. Это стайные птицы. И те, и другие предпочитают своих соплеменников человеку. Детям найти с ними контакт будет тяжело. Дрозд – птица лесная. Занесен в Красную книгу, и вашим питомцем может стать только подобранный и спасенный птенец – выкормыш. Перепелок можно держать в городской квартире. Это очень забавные птички. Особого ухода они не требуют. Конорейки склонны к ожирению. При кормлении птиц соблюдайте диету и не забывайте о минеральных подкормках. Кеннеры – это живой будильник в вашем доме. Важно, что зерновая смесь для конореек должна быть более разнообразной, чем для амадин и попугаев. Конорейки – это певцы, а не ораторы. Вы не научите их говорить. А вот волнистые попугайчики заговорят и без усилий с вашей стороны. Во время линьки, которая бывает два раза в год, их необходимо подкармливать витаминами. Впрочем, это относится ко всем птицам. Итак, уважаемые родители, вы приняли решение? Да. И как оно звучит? Мы выбираем волнистого попугая. И дрозд, да? Дрозд. И волнистый попугайчик. И смотрите, что у меня для вас есть. Посмотрите, какая красота. Волнистый попугай и дрозд. Пожалуйста, повнимательней. Хорошо? Хорошо. Так вот, с этого момента целиком и полностью жизнь этих удивительных птиц находится в ваших руках. Сделайте так, чтобы они ни на минуту не пожалели о том дне, когда началась ваша дружба. С вами был Алексей Ягудин. Смотрите нашу программу на канале «Живая планета». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова